вроде заработало наверное приветствую для начала зрителей таких в записи полу оффлайновых с ютуба и сейчас посмотрим если кто живой кто то есть по пару сот человек за секунду до напомню тем кто присоединился маханкой традиции которую я так что-то со спорта пришел и вспомнил что в этом году мы как-то не проводили мероприятие под названием подарок за тысячу рублей условные тысячи там тысячи две три пять десять ну короче какая-то пассивная история сейчас постараюсь разъяснить подход и устроим наш рождественский адвент персональный задекларируем тему тут сам напишу живые стоят на гвоздях прошу что не распяты на где-то не не прибита этими гвоздями кресту по фрейду уже некая победа да ну надеюсь все вышли из запоя запой не подумайте лишнего это имеется ввиду песнопения рождественские вот вы немножко прервались и поиграем поиграем ну наверное вопрос уважаемая аудитория физически бывает вот это возможно на практике порадовать себя закрыть все свои желания потребности ценой у каких-то скромных тысячонок достаточно поверхностно лак приличный ну да у меня всякие преподавательские инстинкты я как-то аудиторию стараюсь чувствовать и тут вот вышла из запора ну как говорится доброе утро или это или добрый вечер был влася кому добрый вечер сладко бывает да бывает 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 можно без них расклад таро увидите у нас собрались такие минималисты астролог утверждает что все необходимое у нас есть или под носом в готовом формате или возможности для этого необходимого тоже висят прямо под носом но в силу тревог невежества иных заморочек этого в упор не замечаем и к слову о вопрошениях и о рождестве в основном к сожалению к сожалению люди просят у неба того что могут сами исполнить не щелчком конечно пальцы но объективно трудом материальными какими-то моментами социальными транзакциями и прочее вот это небо конечно немножко в шоке вот инструменты вот пожалуйста ось девы там же рыбы дело все-таки нижней полусфере более простая более доступные руки терпение труд все поехали погнали побежали ну да и в основном если как мне представляется от парсить молитвы и запрос на желание еще чего-то там будут вполне себе такие земные штуковины как бы объяснимые понятно но система говорит вот руки-ноги берите делаете вы наоборот очень часто от людей или от материи пытаются люди может быть даже в таком странном сочетании паства употребим этих людей пытаются в общем от других братьев своих это добрать ну например попытка найти любовь от какого-то другого чужого человека дай мне любовь ну это шизофрении физически невозможно ее только изнутри в себе можно поймать и другой человек будет ее отражателем или не человек потому что любить можно животное природу картину или дай мне спокойствие хочу квартиру или хочу мужа чтобы мне было спокойно квартира муж тоже шизофрении они не могут быть контейнерами спокойствия если есть тревога то муж квартиры только расчешут расчешут усилив зуд ну и так далее и так далее поэтому перепутал маршрутизатор ну и наконец есть еще все-таки социум с его особенностями с его эпохой водолея с его рыночной экономикой и когда-то августин блаженный редко но метко высказал что наслаждаемся тем чем надо пользоваться и пользоваться тем чем радость можно наслаждаться бесконечно абсолютно даже кто-то там спать лег снова можно наслаждаться огромным количеством вещей но люди их не замечают и просто этим тупо пользуются а вот всякая там барахлишко стандартный венерианский набор венера планета наслаждений и контакт с материальным миром хочу деньги и замуж хочу деньги и замуж вот чем наслаждаться такая стандартная атрибутика жизни периоды пользуюсь но нет хотя тут искать там высокое наслаждение является полной тотальной шизофрении сегодня надо поразбирать кейс я так думаю не знаю как это выкинет не выкинет меня соцсеть с которым не специфические взаимоотношения и специфические взаимоотношения телефон это вибратор не выключил чет вибрирует усиленно а нет движемся дальше чтобы разобрать кейсы качественно адекватный чтобы зрителям например на ютубе было понятно нужно но некий нарратив создать потому что в том числе есть люди по умнее меня и постарше меня которые вполне это самое хозяйство рассказали о кстати вот у нас почти 700 человек давайте пару комментов я занимаюсь астрологии уже 12 год преподаю консультирую исследую я соавтор астропроцессора сооснователь проект лаборатории жизни тут астрология которой я занимаюсь она для кого-то может быть нестандартная то есть это не про трактовки не про закладки соляра не про калятки какие-то все-таки такая более с одной стороны органическая живая система доступна каждый из нас с другой стороны в нее надо въехать мне надо въехать вот сейчас этот въезд мы осуществим кому нужен более прочный въезд учебник биоастрология в каждом книжном магазине него города и так далее да ну и вопрос который не по теме традиционно безусловно игнорируется безусловно игнорируется потому что мы сохранение керамки так контекст попробуем попробуем издалека о на наша марианна пришла пришла наша марианна которая вот во христе объединяет всех ну и кстати во христе огромное количество текстов я про новозаветные молчу ветхозаветные они написаны неоплатониками и в них этот неоплатонизм в полной мере развернут а неоплатонизм безусловно базируется на платформе на платоне и возьмем-ка мы ранний диалог горги где сократ конечно вот ролевый там по полной программе жил-был горги риттер софист это в таком косметическом формате коуч античный но по факту ближе к инфо-цыгану конечно античному в общем трепал языком разводил людей на деньги жалко что-то соцсети не было он марафоны запускал да и в диалоге как раз горги сократ вытраливает и выдалбывает мозг его как бы сподвижникам ученикам и прочее вот у кого подруги дарили серии включить им запись там эфир этот мы про религию сейчас все и расскажем потому что смотреть раскрывать и интерпретировать планы и заповеди божьи это первичная задача его в астролога в серединке серединке вот мы чуть-чуть процитируем калекал говорит может ли в самом деле быть счастлив человек если он раб и кому-то повинуется нет что такое прекрасное справедливое по природе я скажу тебе сейчас со всей откровенностью сейчас будет просто манифест всей современной жизни не рыночной экономики кто хочет прожить жизнь правильно любимое слово правильно должен давать по линии полнейшую волю своим желанием и не они подавлять и как бы они ни были не обузданы должен найти в себе способность им служить не обузданность служить желанием и на для этого нужна и мужество и разума все остальное чтобы исполнять любое свое желание ведь инфо цыганский подход ну конечно большинство это недоступные потому толпа поносит таких людей стыдясь скрывая свою немощь объявляет свои воли и позором и как я уже говорил раньше продолжает калекул старается поработить лучших по природе видите значит такой младший инфо цыганенок древнегреческий еще и осуждает ругает добрых сограждан добрых людей да ну сократ его там чуть подприземлил подприземлил там чуть пропустим и сократ цитирует европида кто скажет кто решит не смерть ли нашей жизни жили наша смерть это конечно некий такой эпиграф для эфир про смерть мы как там про червяков обсуждали но из песни слов не выкинешь может быть на самом деле мы мертвы продолжает сократ и правда как-то раз я слышал от одного мудрого человека что теперь мы мертвы и что тело наша могила привет ментальная гравитация земли и история с мертвой плотью не история с падшей душой потерявший крылья оказавшиеся в тюрьме кожного мешка с костями это от себя тина продолжаем по сократам и что та часть души где заключены желания которые там подарок хочет легковерно переменчивая что некий хитроумный слагатель притч вероятно сицилийцы леталек эту часть души в своей доверчивости очень уж неразборчиво играя с озвучивами назвал бочкой а людей непросвященных разумом непосвященными а про ту часть души этих непосвященных которые живут эти желания сказал что она дырявая бочка намекая на ее разнузданность и ненадежность и стало быть ненасытую алчность и в противоположности века аликул он доказывает что между обителями аида он имеет ввиду незримый мир самые несчастные они непосвященные и что они таскают дырявую бочку воду своим дырявым сосудом решетом то есть еще раз погоня за разнузданными желаниями так называемыми таскание воды дырявым решетом дырявую бочку вы там проид вспомним круги ада данте его божественной комедии и там-то как раз алчный в том числе варится и жарится на всякой сковородке короче калликл не верит не убедил сократ вот этот не не с решетом с нас с алчностью ничего не подходит но сократ продолжает приведу тебе другое сравнение и того хотя того же толком погляди не исходно ли на твой взгляд два этих образа жизни воздержанные и разнузданные для некой исторической аналогии сегодня это допустим рыночная потребительская парадигма и аскетическая минималистическая парадигма с двумя людьми у каждого из которых только сосудов одного сосуда крепкие полные какой вином какой медом какой молоком и так дальше а сами жидкости были редки дорогие раздобыть их было сложно и допустим человек наполнил сосуды и теперь ему незачем не доливать их и вообще как-то об них тревожиться и никаких беспокойств они впредь не доставят другое как и первый тоже может раздобыть эти жидкости хотя и с трудом но сосуды у него дырявые гнилые так что он вынужден беспрерывно днем и ночью их наполнять мне кажется даже 2 аналогии более сильные более интересная аллегория и обратите внимание допустим корреляются с пирамидой масло вот есть вот эта базовая история физиология какие-то социальные моменты принятия партнерства потом выше-выше эстетические социальные прочие моменты более серьезного такого формата да это тоже все равно зашкварик такой пирамиды масло но она популярна вот на пальце чтобы объяснить как работает механика и карты и психики неважно что есть некие мотивационные центры узлы доминанты ухтомского по-разному может назвать очаги и эти очаги встречаясь некими влияниями среды должны коллапсировать наполняться уголка должна ставится все он гештальт закрывается если гештальт закрылся у человека больше по идее не зудит и зудить не должно и вот нам сократ рассказывает у кого сосудами все нормально внутренними тот их быстро наполнит и у больше не зудит ну то есть вот вы в пустыне у вас нет воды вы выпили но идете дальше конечно начало зудела хотелось в пустыне но вы же выпили и все больше нет никаких проблем и заморочек но если предположим вас в желудке зонда какой-то иногда любителям пожракать загоняют на всякие штуки или просто дыра например в пищеводе и стоит трубочка в этом случае вы эту воду фигарить и она выливается обратно вот эта бесконечная история потребительский зуд нейомания и прочие прочие штуки с беспокойствами так эта история с сократом сократом давайте чуть с другой стороны к ветхозавет к ветхозамет к ветхозаметные истории и возьмем 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 экклезиаста точно возьмем экклезиаста сейчас чуть угланем автор экклезиаста сын царя давид царь соломон и про желание ну мужик в общем написал вполне себе состоятельный царь иерусалима все нормально все было с кэшом я предпринял большие дела в экклезиасте ветхозавете сообщает нам царь соломон построил себе дом и посадил себе виноградники устроил себе сады и рощи насадил в них всякие плодовитые дерева сделал себе водоема для орошения из них рощей произращающих деревья приобрел себе слуг и служанок ведь затейник служанок приобрел в эскортограмм зашел домочадцы были царя соломона и также крупного и мелкого скота был у меня больше нежели у всех но это тогда как аналог геленвагена был вот надо купить делик нет зачем вот надо скот да и сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в иерусалиме и мудрость моя прибыла со мною то есть все-таки царь соломон голову не потерял будучи аристократом по факту рождения и несмотря на всех замечательных самок и гелендвагенов скотовых голову не потерял чего бы глаза мои не пожелали я не отказывал и не возбранял сердцу моему никакого веселья потому что сердце моё радовалось во всех трудах моих это было моею долю от всех трудов моих да и чуть-чуть там пропустим это вся интерлюди продолжает раскручивать вот эту значит бахвальство какой он крутой вот и в конце концов в конце концов ну кризис вообще депрессивный достаточно текстик обесценивающий но он в духе сократа ибо что будет иметь человек от всего труда своего и забота от сердца своего что трудится он под солнцем потому что дни его скорби его труды беспокойства даже и ночью сердце его не знает покоя это суета знак восклицательный не во власти человека это благо чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего я увидел что это от руки божий ей а тут ведь уже высшими планетами запаху потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него ибо человеку который добр пред лицем он дает мудрости знаний радость грешнику дает заботу собирать и копить чтобы после отдать доброму пред лицем божиим это суета и томление духа вот в общем тебя подруга там изнавала относительно еретичности астрологии можете смело-смело пояснять астрология как вполне поддерживает историю что есть зуд есть дырявый сосуд в психике вы туда заливаете всякие порожняки которые в силу гормональной природы социальные структуры дают эффект временной наполненности ну так как это унитаз он все прокручивает и надо заполнять опять то есть это неискончаемый процесс который в конце концов идет к вакууму вакуума два типа первый тип у вас из-за внутренней структуры строения карты ядроличности не получилось квартира нет машина нет в зам уже нет ничего нет вот один тип вакуума возвращение сатурна знает астролог 28-30 лет батареек перегоняю перегорает второй вид вакуума более страшный более печальный по крайней мере на основании практики которые наша организация идет этот вакуум когда вас получилось в замуж есть машина есть квартиры ездите у нас есть базовые какие-то атрибуты шанель и мазерати все есть это конечно дикий вакуум когда у вас пустота в кармане и на пол шестого ниже кармана хотя бы есть вот понимание к чему стремиться и можно себя объяснить вот этот франковская уай ну зачем но почему господь меня не любит и сделал на пол шестого и дыру в кармане но почему хотя понятно что вот если вот там вот там можно вот это сделать туда всунуть это положить в рот хотя есть понимание вот когда вы вроде прошли вот этот путь мещанство и наслаждение а там по-прежнему зуд и пустота но в этот момент вы вспомните и царя соломона и горги и каликла и сократа и так далее вот но в этот момент в этот как бы нелегкий эпизод вакуума надо вести мы спросить у неба спросить у неба с какого фига почему вот чешется я чешу не получается в тренинг прошла книжный магазин прошла к учителю пришел психологу сходил по-прежнему чешется непонятная идея и ваш покорный слуга выполняет роль переводчика переводчика этой всей системы божественной декарт вообще с и бэкон часто да и буридан спрашивал сравнивал бога с часовщиком который механизм тиктирик завел астролог сидит и изучает такой часовой мастер что там эти часы тикают не тикают в какую сторону или в секую ну слово рождеству кто любит бога тому дано и знание от него это апостол павел по моему да где-то в послании коринфянам вот почему не любит бога и почему не долетает вот этот клич вот этот запрос по разному по разному я бы сказал большинстве случаев это низкий уровень развития но грубо говоря богу системе нет пользы от вопрошающего конечно нептунианский бог по определению всемилостив все прощаюсь но он же иерархичен он если ветхий завет откроете вполне себе господь такой зловещий и ревнивый все-таки он за иерархию из-за правила за порядок поэтому в частности мы подам князю есть мы сейчас про казахстан расскажем а мадам князь его заблокируем чтобы шухер не наводить нам лишний раз в чате да почему господь не слышь потому что там уровень вибрации частоты духа или объем труда реального материального вложенный в мир в систему предельно низок и на инфантильном вот этом примитивном уровне развития идет сигнал от этой точки на радаре в космос ну космос вообще не замечает слишком низкий писк если взять какие-то джунгли тропические там чик-чирик много птичек чирикует какой маленький там таракан где-то внизу стрекочет вы не услышите этого маленького таракана задачу этого таракана много шебуршить много пошить выставить бровейник тогда авось не буду услышать вторая причина из стандартных уже это есть есть уже эта квартира есть уже эта машина есть уже этот муж есть уже эта профессия есть уже этот мистер тиндер возлюбленная но человек в упор этого не видит не видит задача как бы карта рождения сказать ну вот она под носом возьми прими убери там затычку из уха или какие-то еще иные заморочки третья причина из знакомых мне как раз связано с псевдо целями при псевдо желаниями псевдо мечтами псевдо фантазиями когда человеку это навязали по той или иной причине семья социум может идти заряд из прошлых жизней по-разному например патологическая потребность ну допустим иметь детей связано с тем что в прошлой жизни вы своего ребенка там убили бросили еще что-то и вот в этой реальности он вам вообще не упёрся в карте написано детей нет и не будет но бывает такой там у балаватской написано написано нет и не будет занимаясь своим делом но тебя бегает прыгает и ко пык-мык муж замутил но чё толку ну нет и не будет расслабься всего лишь навсего надо там дорегрессировать этот заряд какой там пункт 4 будет да наличие попутанных рамсов то есть нарушение неких правил материального мира сатурн либо небесного мира уран например человек хочет изобрести вечный двигатель он даже его изобрел есть у меня один знакомый интересный который фактически его изобрел и к нему прилетели инопланетяне на голубом глазу устроили там дичайшую всякую историю с болезнями и жизни у тех вынужден был свернуть свои исследования но потому что фиг 2 не положено не положено лазить в эти самые процессы которые перегоняют обгоняют время ну более тривиальные такие истории сын наркоман муж алкоголик жена кто-то проститутка должна быть для комплекта вот как спасти жену как спасти мужа как спасти сына как спасти маму любимой тоже тем ну как вы спасете на взрослая тетка иерархи стоит выше вас она по всем хеллингеровским канонам матриарх рода например и вот она живет в своем самодурстве в 70 лет с 30 годами и ходит в церковь вы хотите спасти но по космическим законам ей прекрасно и с что например человек никто звать его никак он не состоялся непрофессионально не личностно он примитивен он лезет на баррикады хочет свернуть там кого-нибудь губернатора путина хочет свернуть но он реально никто след на нем нем его не услышат такие свергатели появляются регулярно но и более изощренные более такие хитрые проблему какой у нас на пункт 5 пункт 5 связан с тем что либо сигнал из мира не проходит к вам либо сигнал от вас не проходит в мир но от вас не проходит мир чаще всего это заряды внутренние конфликты и с ним то есть физически энергии мало и вот она не не доходит вспышки петарды отдельные какие-то солнечные зайчики но это не превращается в лазер который идет в небо чтобы сообщить естественному ходу события вашем намерении а что касается прохода энергии к вам повнутрь ну как правило нарушена механика проживания либо в силу зарядов внутренних конфликтов либо ну например там конечно сложные истории пойдут например в силу временной петли когда банально есть термин психотравма там заряд по-разному можно назвать вот ужасная там психотравма учитель физкультуры изнасиловал вашу подругу ну вам так помнить на самом деле он вас изнасиловал но глава горит что это вашу подругу вот муррежите муррежите эту историю почему муж там как-то вот не не радует вот ребенок там раздражает это вот он там ковыряется у вас штанах в раздевалке 14 лет но самый эфир про ложную память мозг этого не знает не видит не слышит вытесняет замещает раскладывать проецирует переносит мы все вот поэтому сигнал до вас физически не доходит если астролог ковыряется что такого что там в 14 лет такого в невероятном ничего не вообще в семье нормально ну там школа все нормально там 45 раза а там какая-то машка там что-то это вот что-то не сделали что-то на там вены резала но это шанайч не я правильно вот но то что маленькая кажется незначительно но подчас под астрологическом микроскоп на этом предметном стекле является сильным таким определяющим заметным ну и среди дополнительно таких сложных вещей могут быть различные рассинхроны в различные сложные внутренние конфликты ну например в психологии вы 90-летний дед или бабуля прочные системные логичные серьезные все событийность ваш малышковая то есть природа говорит решили вот такой маневр произвести основной объем событий который вам выдается это поехать пообщаться потусить сидеть в семье по психологии вы там решили выстраивать системы религиозные правительственные и так далее системы говорит хрена хрена киндер кюхель киркер ну не по лозу как бы ну нет там событийного ресурса вот уже более сложная такая парадоксальная история требует особого астрологического подхода со всем прочим справляется наш хронос в плане развития и можете соответственно сайт зайти до всех еще раз рождеством давайте значит там народ уже по тысячу прибавилось скажем скажем то есть сегодня мы воспроизведем нашу традицию связанную с практикой 1000 рублевого подарочка как это так можно все мечты и фантазии исполнить теми ресурсами которые так у вас уже уже есть уже уже в активе уже уже в ресурсах вполне себе актуальным и вопрос много раз вылазил мы про казахстан освещали просто видите ли какое дело астролог он читает не материю непосредственно он читает тонкий план на тонком плане написано вот есть некое государство такое таинственное никто не будет показывать пальцем но это слоненок это таинственное государство идет некую странную политику подрывную пытается по периферии устроить какой-то набор горячих точек не чтобы там нашу сибирь отвоевать или стырить нашу нефть которую так мы всем продаем при первой возможности ну просто вот есть реальные демитники такие стыропердически живущие в психологии холодной войны и они по-другому не мыслят они сидят в сенатах конгрессах но не мыслит они по-другому нужен им враг когда владимир владимирович там свои глаза подставил в уши они нашли враг виде оси зла с этими скорее с иранами и так далее ну там устроили шутер сейчас владимир владимирович больше не подставляет глаза и буш в них не заглядывает но нашли его знать с ним будут сражаться лукашенко маленький для избирателя плохо работает цель недостойная а тут вот решили решились с ним значит смахнуться мы устраивают вот этот шокер мы с владимиром думали что украина физически как бы вот объективно процесс идет так и так то что по казахстану это некая да печальный да кровавый но интрига по типу дворцовый переворота с эффектом черного лебедя марс-нептун лилит привет отрезанные головы курсантов на небе центральной конфигурации которая это осуществляет глобальных широкомасштабных новых последствий этого не будет как вот этот транзит власть назарбаев-такаев происходил будет происходить в конце концов все свалит на каких-то абстрактных террористов это исландских никто украинских не только вот и еще путин-такаев едят к саммиту нато будет о чем поговорить 10 числа это это вот в чистом виде как вот срежиссированная сортестрированная история и из ниоткуда просто захватили начали из автоматных очередей со снайперками бегать дежурно-картинно стырили туалетную бумагу и косметику и разворовали банкоматы непонятно зачем и так деньги есть и потом также быстро картина все расщемились но остались там некие очаги напряжения поэтому выглядит страшно выглядит страшно да вот общий тренд гражданскую войну он на месте просто мы не можем взять все карты всех стран и каждую страну каждый месяц отдельно обсуждать комментировать особенно если она нам ну не особо интересно если мне америка интересна владимира украина интересна вот что есть то и обсуждаем я думаю коллеги должны как-то выложить там некую виньетку от меня про авторство в политике космоса там еще кстати будет в целом разъяснение вот вот это что касается махненького ответа тропаре рождества христова поют а в волвах может в алфах астрологов царях которые пользуются божьим инструментом догонишь библию написали они же библию написали да что делать что делать сейчас просто особо зареги так не особо хочется поднимать потому что мне кажется там есть у нас это cancel culture всякий стукачи любители что-то подтянуть и есть начать говорить как есть правду матку резать ту самую пресловута опять кто-то четко стучит поэтому я здесь старался как так вот и и и издалека никуда мы не денемся окей от балды прокрутил выводит а он взял мне еще и свернул весь чат перево не видно мне придется убрать здравствуйте здравствуйте по-моему вы плутонистка я куда-то туда нажал у меня еле-еле все вылез ну ладно так вы вешали носок над камином да сейчас тогда нас будет интересовать собственно носок так напомните пожалуйста ваши данные нам нужно посмотреть божий замысел двенадцатая 0 3 1994 21 15 город астрахань это плутоне такой да да вижу вопрос а какую записку вы размещали в носке записку успешно завершить все мои трансформации которые начались в прошлом году то бишь 2021 году начала усиленно заниматься самопознанием читать изучается проходить психотерапию и очень много интересного повылезала и собственно и запроса моим на этот год является успешно пройти этот процесс так как колбасит не по-детски так скажем насколько вам ответить что бесконечный процесс фрактальный сколько вы его не начинали он будет продолжаться вечно потому что такова природа бытия просто проблемы и задачи будут переходить вот по спирали выше 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 если там начинать снизу то болит нет мало и прочее наверху там будет президент я не такой крутой или мазерате не такая быстро но если еще выше там вас иисус плохо слышите вы не не до конца диссертацию защитили да ну то есть как бы калибр потребности будет перемещаться а с точки зрения этих трансформаций которые вы начали в этом году в двадцать первом вы начали да прям в начале в январе как раз двадцать первого январе двадцать первого вы начали трансформация да вот прям заметную трансформацию 21 15 это на плутоне бирку такой выдали или вы как-то рассчитывали это время а рассчитывала да с субботина июля и тогда мы доверяем этому время так с точки зрения этих самых невероятных трансформаций только не в январе в октябре ноябре двадцатого берем ваш фокус временной и перетаскиваем его на осень который был до января великих трансформаций куда вы переезжали с кем вы расставались или кто вас отвергал увольнял обламывал и прочее в те времена насколько вы помнили и знали как пальф этого мира могла вас интриговать ноябрь 2020 да примерно примерно в вашей памяти да как раз таки в ноябре 2020 я потеряла свою работу из-за ковида и находилась в поисках примерно полгода и в июне прошлого года вот устроилась новую компанию на абсолютно новую должность абсолютно новую сферу прекрасно но мы тогда вот у этого развития но масштабно огромный бесконечно мы возьмем всего лишь одну динамику под названием утверждение вот это выбрать или забрать типа я ненужная несчастная и вот кошка помойная так и говорим что ну разные мотивы могли сподвергнуть но в натке лежала именно вот эта боль душевная а почему меня нафиг вот это не ковида не ковида и можно объяснять что да и так было неинтересно и сейчас лучше чем тогда это понятно постфактум но когда вот этот стопок перемещался под вашу пятую точку это было не настолько понятно очевидно вот история с отверженностью лежит в носке и дарите вы себе наоборот принятие приятие то есть отверженность запискам ну и там я отверженно это я хочу чтобы меня приняли приголубили дали любви там и в остальном прочее про приняли приголубили нам нужна некая еще дополнительная история потому что если вы когда-то пробовали запрещенные вещества и валялись пьяный забором пьяный под забором валялась но вещества нет ну и заведу посерьезнее да алкоголь естественно да бывало мы бывали моменты вот я на под забором вы были счастливы в тот момент думаю что нет ну нет в тот момент была счастлива да на следующее утро вот это уже не интересно да это как сейчас про про ковид мы вот в тот момент получается убежать из этого мира пространство этанола лечь под забор просто христос вас вот в объятия берет говорит уважаемый полтонист вечно любое влаженство гармония счастье педитив и все остальное получается материальный трезвый мир есть отвержения и страдания а пьян под забор есть большая любовь то есть принц санта клаус говорят до 1000 рублей может вам вот пол литра какой-то это на березовых броньках засунуть туда что-то так носок немножко выдержал на готово все терапия работа трансформация санта клаус откроет карту и дрена вот гораздо проще вот на и пузырь вам в носок запихал вот нам подарок вот нам подарок вполне себе живой ну и если вы допились как следует до до белки чтобы вспомнить там побольше галлюцинации появились тогда вы начали вспоминать что вы засиделись так называемой статике то есть например аристократичная семья где есть все или там женщина которая попробовала все формы наслаждения все формы удовольствия до женщины и артистка который знает весь мир вот вам вот вы когда шли вот этот сосуд наполнился сократовский и там же каликал потом его троллит и горит а хочу дальше то делать жилоку и сократ тоже занялся начал там про разум отмазываться но каликова верно поймал в городе и вот здесь тоже самое этот подкат есть и ваших вам вот надоело решили вы двинуться воплощение с динамикой чтобы переживать рушится напрягаться любить отвергаться искать критиковать обесценивать себя других и если нет ничего нет зачем придумали чтобы нырнуть в будущей жизнь более динамически военно-мужиков и это общее движение ну и конкретный триггер военно-мужиковский здесь поинтересуемся каким образом вас от любящей папкиной груди мир мог отворачивать чьими действиями можете повторить пожалуйста вопрос отворачивать от вот в 90-х годах да жила была папкина любящая грудь и что вас от нее оторвало думаю что мама затем так как отношения между самими родителями были не очень и я так понимаю что они поначалу друг с другом враждовали и я оказалась меж них окей вот конкретно эта история с отвержением с этим вопросом я папкин дочкой люблю во все сердце мы его там хоть какая-то эмоция в отличие от отсутствия мамкина является неким таким базисом жизненным и вот эта мамка чип вас оторвала вспоминаем прошлой жизни перенасыщенный где вы аристократка актриса вот вы берете этот маневр так отворачивается себе закладываете в голову травмоотвержения но и в носке второй подарок как бы это парк который бутылку держит говорит давай давай-ка накатим дочь никакая мамка нас в этом трезвом скучно материальном мире не разрутит потому что мы едины во христе ну то есть вот из и запьем кровь его и закусим таким тремя корочками плотью его вот вот это уже конкретная история но если ваши как вы описывает трансформации терапии с помощью юлии субботина и прочих замечательных специалистов это ковырнуть как следует что высшее счастье и блаженство есть от вершения отречения от материального мира нырнуть в прошлой жизни все по кайфу понятно и куча бабла и динамика смерти которая идет за отвержение ну вот и будет подарочек а так по факту вы сама себе подарок сама себе радость сама себе там и творческий и психологический субъект который можете развлекать в отсутствие материального нет такого объекта или мужа или квартиры который может запихать вам рождественский носок чтобы сказали оба на всю жизнь шала в любом случае все по бороде пойдет через неделю там эмоции глубина состояние впечатление вот это все поэтому тут вот от материальной жизни вы решили отбриться с помощью папки и мамки которого от него оторвала и своей прошлой жизни вы дошли в тратический тут вот вот мы вам пример подарка из господства поиск удачных вам праздников спасибо вам большое вам тоже я не умею выключать эфир да я сейчас отсоединяюсь спасибо большое до свидания у нас ничего не отключится ничего не отключится ничего не отключится до 1203 94 2115 город на плутоне такой астрахань есть то есть мы взяли аккуратно посмотрели как и где так ну так же я методом тыка право влево от балды вот теперь я уже даже чат не вижу но вижу так вы родились на какой планете на уране ну поближе 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 чем плутонистка данные вашего рождения можно ли 0406 1996 девятьсот девяносто шесть девять 05 екатеринбург алопаевск алопаевск нет екатеринбург да екатеринбург 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 так окей ну так немножко судя по декорациям вы либо в армии либо в следственном изоляторе вам было куда носок вешать да конечно так что вы там написали написала что хочу реализации в карьере ну это вот как раз история просить у неба то что делается обычными социальными делами так 406 96 905 екатеринбург эти 905 они памяти или откуда то еще эректифицированные Юлия Субочина тоже окей что это Юлия Субочина у нас какой то мастер эректификации наверное всю нашу аудиторию а ты эректифицировал прекрасно прелестно здорово значит вот эта замысловатая история хочу реализации чуть-чуть надо проверить, потому что тут с пылу и с жару оно не ухватывается. Слишком много вероятностей, и просто людей уши в трубочку свернутся и временно закончатся. Да. Нам надо понять, в каком формате это сейчас обстоит, и спросим про декабрь. Вот конец ноября и декабрь в этом 2021 году только что прошел. И вот изменения, возможности и всякие жизненные повороты. Кто бы там получал-то гемор, и вы бы деньги сливали, или подарки, знакомства, бонусы, успехи, и вы бы сказали вот это я, ну, неплохо так поднялась. Куда был вектор в конце прошлого года? Ну вот я начала в конце в конце прошлого года вести, получается, свой блог, проводить консультации, и все. Это вы расцениваете как подъем, или как возню пустую? Ну, был больше подъем, чем спад, да, я расцениваю, как больше подъем. Значит, это подъем. Замечательно. Небольшой, не такой, как хочется. Хочется, это вообще безгранично. И сжечь всех цыган. Луна, Юпитер, Козероги, это же гитлеровский аспект. Понятно, что хочется за 3 миллиарда километров, но вот нам нужен некий факт. И теперь другой факт. Если берем ваш день рождения в 2021 году, сколько вам получается? 25? 25. Исполнилось. вот этого дня рождения неделю в одну сторону и 2-3 недели вперед. Получится первая половина лета. И за первую половину лета расставание с мистерами тиндерами, знакомство с мистерами тиндерами, семейные и прочие драмы и коллизии. Что вам оттуда могло запомниться? Ну, вот у меня был какой-то такой период, когда мне вообще ничего не хотелось, прям такое пустошение перед днем рождения, после тоже, что вообще не знаю, чем заниматься. Вот так было. Окей. Окей. Значит, в носок вам Господь кладет записочку первую. Чем больше хочется, тем меньше получится. Ну, и там через гормон расписывают по порции, что с участием, оно же, счастье есть, соотношение, вот, есть и хочется. У вас хочется в знаменателе настолько громадное, что вот это есть, оно просто не догонит физически. То есть с этим надо решать что-то. Вторую записочку Господь бесплатно кладет Иисус Иосифович, что вот это хочется, не связано с карьер вообще никак, никаким макаром нигде. Потому что здесь вы сдаете экзамен по материнству, и мамка там экзаменатор. То есть вот есть кусок мозга, там сплелись клеточки, гоняют электричество. Карьер-реализация, карьер-реализация. А на самом деле там стоит мамка с мухобоек и говорит, двойка тебе, двойка, двойка. И не то, и не так. И вот как будто вообще непонятно что. И вот эти клетки там развлекаются с мамкиным киштальтом. Значит, в теории, в теории, вот вам когда не хотелось маму судануть там, знаю, ножом в бок еще что-то? Ну да, у меня есть такое, что я как будто не приняла ее. Какое-то такое. Вот за тысячу рублей вам Господь кладет такой нож столовый. Может быть, в теории еще удавку и мешочек черненький для трупов. И говорит, уважаемая, мне эти ники ничего не видно. Екатерина. Екатерина, вот подарок, значит, нож, мамкин адрес и мешок. За тысячу рублей вполне мы вписываемся. Вариант раз. Вариант два. Господь там на поздравительной открытке вторую историю пишет. Что можно быть как бы лучше нее и принять тех, кого отвергли. И, например, на тысячу рублей купить конфет, ходить в приют, детки и там этим отверженным дать что-нибудь и оттуда гормон радости получить. То есть вот тогда мешок не понадобится. Ну, в принципе, мне кажется, за тысячу рублей можно вписать оба набора. И такой, и такой. И вот это вот угомонится в части реализации и все остальное. Это идея и программа. Так, и теперь уже заходим на другой периметр, более широкий, более сильный. Что можно подарить так в теории? Тут есть у нас волшебный период. Вот вы школу заканчиваете, институт начинается. Вы из Екатеринбурга святили? Да, я сейчас живу в Грузии. Ну, после института я переехала. Да. Почему условно Грузия, а не Америка или не Афганистан? Ну, вообще хотелось в Америку, ездила по work and travel, но потом так сложилось, что осталась в Грузии уже на три года. Это как если мама будет переживать, страдать, чтобы можно было из Грузии доехать побыстрее. Ну, тут мы как бы тысяч рублей не обойдемся. Вот если мешок, нож и тысяч рублей на младенчиков в детдоме не пойдет, надо дальше решать вопрос, то здесь карта предлагает. То, что вы делали в конце прошлого года, оно вполне пахнет успехом. Делайте то же самое, как-то это апгрейд, совершенствуйте, и вы куда идете, туда и придете. Все, что связано с профессионализм, ответственностью, мозгом, терпением, трудом, логикой, у вас все и так замечательно с этим. Как бы глобально даже тыркать эту сферу нет смысла. По таймингу Господь еще сообщает, что дождитесь 32-х. Вот физически до 32-х как будто что-то мешает, демпфер такой. Я вот так вот живу, ну, как бы там с черновика какого-то, и вот училка не приняла мой документ. что у мамки, у ее мамки в 32-х было это дополнительно провернуть, вы увеличите объем как бы прыжка и масштаба в твои 32-х. Разыграв игру синдром предков. Ну, и далее, понимая, вот, ну, сейчас работаю аккуратно, но понимая, что это как такой депозит инвестиций долгосрочный, и она бахнет в 32-х, плюс-минус там месяцев сколько-то, и этой светлой мыслью вы в свою реализацию попадете. И еще одна странная как бы история, которая здесь есть в карте, ну, не знаю, как это, бумажка такая, там написано в www, там, Tinder.ru или еще что-то, нажимаете на этот Tinder и рожаете. Дополнительно, ну, сбиваете некую пену, потому что, по всей вероятности, толпы лялька у вас пока не появилась. то есть, вот этот там www.tinder.ru URL, значит, адрес сайта, можно было как-то родить, вот эта реализация таинственная начнет разламываться на отдельные сектора и сегментики, и прочее. Ну, и еще один вариант, далее, и шире, все-таки доиграть какие-нибудь work and travel и так далее, и даже в том числе условный там Tinder знакомства и прочее помогут вам дернуть дальше. То есть, грузят слишком близко, вы вот в этой ментальности находите русскоязычной, даже если она с южным колоритом, все равно не доехали. То есть, надо дергать дальше, причем так, чтобы вернуться было нельзя. По той или иной причине, и вот эта идея, а как она там без меня и прочее, она, эта идея дожмет вектор с реализацией. Ну, как-то вот, чтобы не навредить примерно так. Чтобы не навредить примерно так. Поэтому подарки у вас в носке, может вообще просто ничего не делать, дождаться среди двух уже будет сильнее. Круто, спасибо. Благодарю. Пожалуйста. Да. Так, я не умею выводить обратно из-за Отключай. Да, надо будет крестик там нажать. Да. Так вот, видите, у нас вполне себе поперк материальные логичные подарки конкретные, которые Дед Мороз может положить. Некоторые простые вполне себе действия и так далее и так далее. Время 357. Я думаю, что мы будем тихоньку загругляться, потому что сейчас есть вероятность, что рубанется соцсеть. Вполне себе пара кейсов писали. В конце января политику космоса пишем. Из ближайших мероприятий расцвет, по-моему, февральский, если будет наш открытый бесплатный спецкурс. Плюс, плюс психологии для астрологов. Сейчас уж не вспомню, январь, февраль, следите за объявлениями. Плюс молодой папа, который тоже либо зима, либо весна. этот детский спецкурс уже для профастрологов. И с Алексеем Яруковым записываем азбуку телесно-ориентированной терапии, открытый бесплатный онлайн спецкурс для всех, смотрите, исследуйте. И потом за ним стартует машина оздоровления, уже более такой профессиональный, но он и для астрологов, и не для астрологов спецкурс, связанный со здоровьем. Все. Хранит вас апостол Павел и не будьте горги. Всем пока. Продолжение следует...